Девушки отдыхают 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 Значит, видели электроскейт? Вот, видели, да, такой, как обычный сигвай, только без ручки? В общем, тренируйтесь, потому что на этом электроскейте мы тоже проведем небольшое соревнование. Не забывайте о том, что у нас будет еще и супер подарок от наших партнеров, от Комфи. Мы разыграем самую крутую в мире кофеварку Де Лонги среди блогеров. Значит, что нужно сделать? Нужно выполнить три простых условия. Разместить видео на вашем канале, призвать своих подписчиков подписаться на новый канал Комфи. Разместить аннотацию со ссылкой на канал. Разместить в описании к видео ссылку на условия конкурса для подписчиков. Ну и среди всех подписчиков, которые подпишутся на новый YouTube канал Комфи, также, помимо кофеварки, будут разыграны ценные подарки. Если не хотите заморачиваться, подойдите к ведущему, заплатите взятку и мы вас, так сказать, пропилим. Ну и не забывайте о том, что у нас будет еще и официальный конкурс, объявленный в Инстаграме. Я скажу, какой должен быть хэштег. Ну а для всех тех, кто не знает, что такое хэштег, всегда есть кофе и чай. Ну а мы напоминаем, что совсем скоро, через считанные мгновения, мы начинаем еще раз. Всем бурные аплодисменты! Вот, посмотрите, обратный отчет идет. Минута 46, минута 45. Готовимся. Всех тех, кто только подошел и попросил бы присаживаться, ребята, не забывайте о том, что у нас будет мероприятие... Три, шесть, четыре... Три, шесть, пять, 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 пять... Аплодисменты 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 ВAreld Face Мы с огромной удовольствием хотим сказать, что это ежегодная приятная встреча всех наших партнёров, всех наших видеоблогеров всех тех кто любит и знает, что такое быстрый интернет а так же что такое видео-обзоры. С огромным желудовольствием хотелось бы всем сказать хорошего дня и бурный аплодисмент и всем! Я точно скажу, что у нас сегодня будет самая насыщенная программа на протяжении всего декабря. Вы такого точно не увидите. У нас будут новости A, у нас будут новости YouTube, у нас будет шикарнейшая конкурсная программа, а также вы уже увидели по Тесле суперконкурсы и подарки! Отдельное спасибо, как я хотел бы сказать, партнёры мероприятия AirMetup 360. Давайте я буду говорить, а вы будете аплодировать. Всё очень просто. Уникальная мультимедийная галерея A Gallery в Артморе, где мы прямо сейчас. Вау, это круто! Кстати, по-моему, вот такие мультимедийные стены есть только в Украине. Это самая, по-моему, крупная в Европе по площади интерактивная галерея. Отдельное спасибо сети комфортных магазинов Техники Комфи! У нас будет развлекательная программа. Конечно, у нас будут выступления, новости, вещи, которых вы не могли видеть и слышать до сегодняшнего мероприятия. С огромнейшим удовольствием для старта нашего AirMetup 360. Под вашим уровнем аплодисменты я хотел бы пригласить генерального директора AirMetup. Единственным человеком в стране, который прыгал за кисть в сег. Уэст-болна, а так же два раза, побеждал порти-бояр, поддерживший кормлен КВ-24. А-а-а! 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 Галал! А-а-а! Друзья! Друзья, я рад вас приветствовать на нашем ежегодном мероприятии встречи AirMetup 360. Я действительно очень рад каждого из вас видеть. О, так чуть-чуть легче, потому что я ничего не слышал. Вот еще свет бьет в глаза, и я, в принципе, вас не вижу. Но я вас ранее видел там. Э-э-э! Это здорово. Хотел сказать, для чего мы здесь собираемся каждый год. Основная цель – это в первую очередь, чтобы познакомиться друг с другом, чтобы представить наших новых блогеров и партнеров. Ну и также подвести вкратце итоги прошедшего 2015 года. И давайте вместе посмотрим, как прошел этот год для AirMetup и для нас. Давайте запустим видео наше. Спасибо. А, видео будет по бокам, да? Спасибо. 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 Всем привет. Вы смотрите канал Данила Кулешек. У меня есть партнерка Air, к которой я подключен, очень доволен. Обязательно подключайтесь к данной партнерке, поскольку она вот таким вот хорошим образом мне помогла. Отзыв о моей партнерской программе. Партнерская программа называется Air.io. Они мне очень помогли, и это было просто замечательно с их стороны. Я просто им очень благодарен. Всем привет, Артем Мельник на связи. Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом удаления видео со своего канала на YouTube. Уже в течение недели мое видео было восстановлено на канале, за что я хочу поблагодарить всех, кто работает в поддержке Air. Ребята, спасибо большое. Вы мне помогли восстановить видео на канале. Меня зовут Александр. Это видео я снимаю благодарно своей партнерке Air. Говорю спасибо своей партнерке Air. Я надеюсь, убедился, что сделал правильный выбор. Мой канал подключен к партнерской сети Air, которая позволяет монетизировать мои видео. Если вы хотите быть блогером или разгильдяем, как я, то рекомендую эту партнерскую сеть. Меня радует поддержка. На любой вопрос я сразу же получаю ответы. И, в общем, команда Air мне помогла, несмотря на то, что канал я создал летом, и просмотры подписчики, ну, небольшие. Я потихо мобила свежую, горячую французскую новинку ASUS T100 Qi. Линейка Чи, по сути, является продолжением линейки. Ну, папа, расскажи мне, что ты помнишь о подгузниках? Ну, потому что они постоянно нужны. Привет! Давай я тебе кое-что покажу. Смотри, это видеожурнал, на котором каждую неделю выходит много роликов, и каждый из них и познавательный, и смешной. Это техническая поддержка. Это одна из самых первых вещей. Это очень-очень. Это один из самых первых вещей. Все, новые будущие годы. Они эвакуров afгузны. Эвакуумы берут. Отсъем strengths поруч parecer прохлад ça. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы как команда очень рады, что вы с нами Следующий такой вопрос Кто в этом году решил стать видеоблогером и создал свой YouTube канал? Ух ты, тоже здорово! Ребят, у вас сегодня будет возможность пообщаться с гуру видеоблогинга Здесь очень много действительно серьезных партнеров, у которых большие каналы И у нас будет еще супер партнер-сюрприз для вас А кто из вас приехал из другой страны, не из Украины? Есть такие люди? Здорово! Ребят, мы вас приветствуем И представьтесь, пожалуйста Вкратце расскажите, как вас зовут, о чем ваш канал, а сколько подписчиков? У вас есть канал? Ну, блогеры, да, вижу зеленый ленточек Привет всем! Я из Молдовы У нас немаленький канал, две тысячи подписчиков Мы ведем его на румынском языке Но мы подключились к Каир, потому что это действительно крутая партнерская медиа-сеть Здорово! Спасибо! Какие ожидания, ребята, встречи сегодняшние? Ну, чтобы встретить другие видеоблогеры и чтобы мы сделали новые друзья Спасибо большое! Спасибо! Поплатируем! Больше еще гостей у вас нету сегодня? Еще не приехали? А, есть! Давайте! Кто? Где? О, отлично! Представьтесь, пожалуйста, расскажите немножко о себе Откуда вы? Меня зовут Анатолий, я из Беларуси, город Гомель Тоже есть свой канал, он небольшой, там около пять с половиной тысяч подписчиков И посвящен он видеообучению студентов медицинских учреждений Интересно! На различной тематике видео Вот Мы подключимся на Канну партнерскую сеть совсем недавно Ожидаю хороших взаимоотношений И думаю, что у нас все будет хорошо Здорово! У вас будет возможность познакомиться! Спасибо большое! Наконец, с прошлого года в нашей сети было около 8 тысяч каналов Сегодня где-то 17 тысяч каналов И это при том, что мы провели достаточно большую внутреннюю работу И по очистке И повысили существенно требования к качеству контента и самих каналов И, друзья, я хочу сообщить такую радостную новость, что... По международному глобальному рейтингу Эйр вошел в топ-15 сетей в мире С тысячи таких сетей И это действительно здорово и заслуга каждого из нас На протяжении года мы создали центр развития партнеров Мы внедряли CRM, мы оптимизировали процессы выплат И ребята сегодня немного об этом расскажут У меня еще такой вопрос Мы работаем очень много с брендами, рекламодателями Есть ли в зале представители рекламных агентств или рекламодатели? Поднимите просто куклу Я их точно сегодня видел Возможно, они где-то в другом месте Я бы хотел, чтобы вы тоже знакомились с рекламодателями И общались, это достаточно важно В этом году мы запустили около 10 проектов С партнерами HOMFI, базой автозвука Сетью Watson, Asus и другими проектами И хочу тоже так подчеркнуть Что мы совместно достаточно большое Имеем влияние на наше общество И анализируя аналитику просмотров А у нас на сегодняшний день в сети Порядка 1,7 миллиардов просмотров в месяц Мы точно можем сказать, что тренды изменяются Что сейчас юморной контент не столько популярный Аудитория, она становится с каждым годом все взрослее И она ищет интересный, качественный, полезный контент Мы как сеть работаем только с проектами и рекламой Которые положительно влияют на общество Которые не пропагандируют или не продвигают табак, алкоголь Или какое-то насилие К нам обращается достаточно много интересных проектов, партнеров И рассказывают о своих проектах И это проекты достаточно глобальные И я бы хотел, чтобы в следующем году Мы все участвовали действительно в полезных и интересных проектах Создавая контент для того общества В котором мы вместе с вами живем Также хочу сказать, что действительно это такое мероприятие В которое мы много готовились и ждали каждого из вас Для нас важно, чтобы атмосфера была доверия Я бы хотел, чтобы мы максимально сегодня с друг с другом познакомились Знакомьтесь и общайтесь Вот этот нетворкинг наш, он позволяет нам совместно создавать Интересные и полезные проекты Ребята, я приглашаю сегодня вас провести этот день с хорошим настроением Оставить за стенами A Gallery Какие-то заботы И вот так окунуться с головой в атмосферу творчества Узнать что-то новое, интересное И просто хорошо провести день, отдохнуть Вот И спасибо, что вы здесь сегодня собрались И мы можем это время вместе провести Вот, это все то, что я хотел сказать И также я хочу представить вам, пригласить Сергея Братусева Руководителя брендинг-решений Google Сережа, пожалуйста Спасибо Супер, наверное, это Я с Семеном из Кедрком общался буквально за минуту начала события И говорю, молодец, пришел делиться ортографами Он говорит, нет, не то событие, здесь все знаменитости И я понял, что, наверное, в этом зале единственная незнаменитость И впервые я нахожусь на сцене Что само по себе незаурядно Поэтому в перерыве добро пожаловать Я могу раздавать автографы На самом деле, действительно, я впервые перед такой приятной звездой YouTube И рад поделиться с вами тем, что нового есть в Google Что есть нового в YouTube Постараюсь сделать короткую презентацию, не очень скучной Следующий слайд, пожалуйста Три, два, один Говорим о примере того, как бренды могут интегрироваться в контент-ютюберам Но все-таки я хотел бы попросить показать первый слайд презентации Пока что я могу сказать по тому, откуда будут источники дальнейшей YouTube Здесь в Украине и в других странах Таких как Молдова, Румыния или Беларусь Гости, которые приехали сегодня к нам в Украину Прежде всего, первый источник наверняка будет Это рост пенетрации интернета К счастью, нам несчастье помогает в том, что интернет в Украине Допустим, на уровне 56% будет дальше только расти Даже если мы возьмем ту же самую Румынию Где сейчас пенетрация интернета порядка, я знаю, 65% Когда мы достигнем даже уровня пенетрации интернета в Румынии Здесь в Украине, мы добавим уже порядка 16% к просмотру, к потребителям К вашей прибыли по работе с рекламодателями Дальше глубина просмотров YouTube В Украине на самом деле, несмотря на то, что пенетрация всего 56% Порядка 40% всех онлайн-вьюеров смотрят Отлично, переходим на следующий слайд Следующий слайд Рост пенетрации здесь останавливается Количество просмотров ежедневных онлайн-видеоплатформ И большинство из них YouTube Составляет порядка 40% 40% аудитории заходят на онлайн-видеоплатформу Такую, как YouTube ежедневно На самом деле, это больше в Украине, чем в той же Великобритании Или, допустим, Польше В этом Украина опережает некоторые страны Европы Дальше, пожалуйста Когда мы говорим о втором источнике роста Это удобство на всех устройствах, где будет появляться YouTube YouTube уникален тем, что это самая доступная, самая распространенная онлайн-видеоплощадка Только за последние годы мы подключили порядка сотни миллионов Smart TV Более 500 миллионов смартфонов имеют приложение YouTube И потребители имеют доступ через мобильные приложения В Украине, вы увидите, что на самом деле, допустим, динамика просмотра YouTube по тем же Smart TV Ошеломляющая Буквально в прошлом году Весь watch time YouTube через Smart TV был всего 2,5% А в этом году он уже 5% То есть, если мы говорим, что минута, почти, фактически, один из 20 просмотров идет через Smart TV И дальше будущее Если мы говорим, допустим, о том, на каких устройствах смотрят дальше украинцы и как добавляют устройства Посмотрите статистику, которую опубликовал МТС или теперь Vodafone 27 ноября Только один пример Ваш YouTube ролик, подтягивающийся с вашего канала в формате Lightbox Это дополнительный охват Второй формат, наверное, о котором я хотел бы сказать Это Sponsored Cards Кто-нибудь слышал о нововведении спонсорской карточки на каналах? Для тех ютуберов, которые вещают прежде всего на американскую аудиторию, где мы запустили первым этот формат Это интересный формат, потому что раньше вы могли размещать карточки ViewCards на своем канале, относящиеся к вашему контенту Вы могли разместить карты, чтобы вы посмотрели следующий ваш ролик Или чтобы вы посмотрели, я не знаю, ваш сайт, переход на ваш сайт Сейчас мы запустили рекламный формат, когда рекламодатели, тематика продуктов которых совпадает с тематикой, которая присутствует в этом видео на вашем канале Они размещают инфокарт в вашем канале И если вы рассказываете сейчас, допустим, о новых камерах Sony То компания Sony имеет право разместить инфокарт в этом обзоре на вашем канале И кликнув на этот инфокарт, уже потребители могут перейти или на брендовый сайт Sony Или на сайт магазина, где не могут купить эту карту Или на карте увидеть, где находится ближайший магазин Это серьезно расширяет возможность интеграции брендового интереса потребителей с контентом ютюберов, которые вы производите Дальше И, конечно же, YouTube Red Кто не слышал о YouTube Red? Отлично Один из самых популярных топиков YouTube Red новинка для всего рынка Пока вы знаете, мы запустили его всего в западных странах, в США Это новый тип вовлечения зрителей и вознаграждения зрителями Вас, YouTube Creator За тот контент, который вы производите Потому что пока до сих пор вы могли получить вознаграждение за счет рекламных показов За счет интеграции брендов Сейчас вы можете жить и без рекламы, дополнительно получая заработок От тех сабскрайберов, подписчиков, которые подписывают под YouTube Red Еще несколько лет назад это было бы бессмысленно, на самом деле, на самом деле для Google И невозможно Почему? Потому что за последние пять лет серьезно изменилось качество YouTube контента Потребители не готовы были платить за контент YouTube Который в основном был генерирован простыми зрителями User Generated Content За это зрители не готовы платить Но когда появился более качественный блогерский контент Креаторский контент на YouTube Когда появились профессиональные каналы Даже телевизионные на YouTube Потребители все больше и больше готовы платить И за ваш контент блогеров И за профессиональный контент, допустим, в медиа студии Дальше Но формат это хорошо, это все здорово Но к нам не будут ходить на YouTube, если не будет нового контента И этот контент генерируете в основном вы Не в основном, в большинстве вы Поэтому не было бы YouTube блогеров Не было бы YouTube Не было бы меня сейчас здесь на сцене Дальше, следующий YouTube блогеры вдохновляют прежде всего аудиторию Я работал маркетинг-директором многих компаний Которые, надеюсь, в ближайшее время будут вашими партнерами Я могу сказать, что Несмотря на то, что рекламодатели пытаются размещать просто рекламу на YouTube Запускать свои каналы Если вы посмотрите в Украине То первый брендовый канал Находится на 121 месте За последние, допустим, 90 дней До этого все каналы практически YouTube блогеров Вопрос Почему? Потому что вы по-другому можете вовлекать аудиторию Потому что вы не просто достигаете Вы вовлекаете Следующий слайд, пожалуйста Осталось только сотрудничать с брендами Под сотрудничеством я понимаю Такое сотрудничество, которое влияет на их результаты На их продажи Некоторые цифры только Следующий слайд, пожалуйста Некоторые цифры только На том, что Ютюберы, которые смотрят каналы гейминга, допустим Покупают на 20% больше Допустим, те же самые смартфоны Те же самые компьютерные устройства Это то, что дает им деньги Поэтому эти факты Мы стараемся доносить до рекламодателей Хорошая новость здесь в Украине Что сейчас мы проводим исследования Среди постоянно по рекламным компаниям Мы проводим исследования Среди тех, кто посмотрел рекламные ролики YouTube И мы знаем Насколько улучшилось знание Того или иного бренда Или насколько улучшилось знание Того или иного Про продажи продуктов Между теми, кто видел контент на YouTube Брендовый И теми ютюберами, которые не видели Брендовый контент на YouTube И мы видим везде прирост порядка 20-30% Вы это тоже можете использовать Среди своих инструментов, как аргументация Брендовым партнерам Бренд лифт с вашими рекламными роликами Совместно произведенными с брендами Может участвовать в бесплатном исследовании Бренд лифт Об этом мы будем общаться дальше С нашими партнерами в AIR Этот инструмент доступен Для совместных рекламных роликов YouTube блогеров и брендов Это железный аргумент Который показывает Насколько вы влияете на бизнес брендов Следующий, пожалуйста Это первый пример Когда интегрируется бренд В контент YouTube блогера Здесь целевая аудитория Прежде всего, конечно Подписчики ваших каналов Которые являются в реальной аудитории Когда мы говорили о тех 20-30% Больше продаж Благодаря размещению брендового контента На ваших каналах Это как раз тот пример Дополнительно, что бы я хотел сказать Партнерство брендов и блогеров В будущем будет только развиваться Потому что по тому общению, которое мы видим Здесь в Украине Бренды понимают, что у вас Очень сильное влияние На тех подписчиков На аудиторию ваших каналов Вы можете влиять Но У каждого из ваших каналов Есть особенность В том, что у вас порядка Ну, возможно, где-то От тысячи посетителей в день До Десяти тысяч посетителей в день Большим рекламодателям Обычно нужно порядка Пятисот тысяч посетителей в день Мы говорим о том, что в любом случае Брендовые рекламодатели хотят Агрегировать наиболее привлекательные каналы В своих брендовых компаниях Поэтому здесь очень важна роль Таких партнеров, как Air Которые совместно с нами Google Которые общаются с рекламодателями И с вами Которые знают вашу аудиторию Которая наиболее полезна тому или иному бренду Подготовить такой набор каналов И построить партнерство с брендами Чтобы генерировать вот это покрытие В день как минимум 500 тысяч посетителей Вот Импакт есть Чего не хватает рекламодателям У них есть импакт У рекламодателей много денег У них большая речь У них есть 500 тысяч Но им не верят Потому что это рекламные бренды Поэтому они на 121 месте Поэтому вот этот симбиоз Креаторам, которым доверяют Лояльные базы креаторам И дополнительная речь брендов И их инвестиции В рекламное продвижение Вашего же контента Когда они снимают ролик вместе с вами Даже за пределами вашего канала Это то будущее, куда мы движемся Поэтому мы говорим не только о ваших каналах Мы не говорим не только о ваших подписчиках Мы только о просмотрах ваших видео Но мы хотим, чтобы вы стали Селебрити, вы стали знаменитостями В целом на YouTube А не только среди ваших подписчиков Следующий пример Этот пример Toyota Как раз больше похожий на второй О котором я говорил Если первый контент размещался на канале То здесь два лидирующих ютубера Сняли контент совместно с Toyota И размещали его не только на своем канале Но и построили серьезную рекламную кампанию с Toyota Чтобы разместить этот рекламный ролик По всей сети YouTube Таким образом они построили дополнительное покрытие В разы выше И смогли получить эффект в разы выше От брендовой интеграции За этим будущее YouTube За этим будущее брендовых клиентов Вас как партнеров Поэтому мы рады будем встречаться и в будущем Сейчас мы работаем совместно с партнерами Air Для привлечения рекламодателей в Украине За счет ивентов Один из ивентов YouTube для брендов Проходил буквально в сентябре этого года Когда мы приглашали топ маркетинг директоров компании Познакомиться с тем Чем занимается Air вместе с вами Второй ивент был Google Day Который мы проводили для всех лидеров Бизнес партнеров здесь в Украине Не только маркетинг директоров Куда мы также приглашаем наших партнеров Владельцев мультиканальных сетей Чтобы они презентовали ваши кейсы Наша задача связать вас как можно быстрее С рекламодателями здесь в Украине Это будет И надеюсь, что мы с вами будем встречаться чаще Спасибо Давайте поддержим еще раз бурными аплодисментами Сергея Спасибо огромное Вы знаете, что один из последних трендов И самый главный трендов 2015 года Это гейминг Вон мы видели Максима Счастливый обладатель Теслы Который, собственно, и делает видео-обзоры И видеоблоги ведут по этому поводу Прямо сейчас мы объявляем первый интерактивный конкурс Связанный с новым трендом Я на эту сцену хотел бы пригласить Двух соперников И это будут Семен Кременюн Семен Кременюн Давайте поддержим По Crash Семен, привет! Давай поддержим! Все отлично! Так, можно ли микрофон, пожалуйста, Семену? Чтобы он тоже с нами поздоровался. И второго участника, Семен, твоего соперника мы сейчас пригласим. Это комментатор лучших матчей футбольного клуба «Динамо Киев» Василь Полотай. Это единственный человек, который специально не носит оранжевого, потому что это символика «Шахтера». Выходи! Итак, Василь Полотай, Семен, может поздороваться? Привет тебе! Привет, привет! Класс! Доброго дня, Семен! Привет! Семен! Семен! Я тоже хочу такие джинсы. Теперь по этим джинсам как бы понятно, почему сайт «Кетер». Да чтоб не спали случайно. Итак, ребята, прямо сейчас мы с вами проведем небольшую, прямо в онлайне, вот такую вот репетицию, комментирование странных видов спорта. То, что игры разные комментируют, это уже как бы понятно. Но я действительно не понимаю, что такое за вид спорта, например, керлинг. Это не честно, он же всегда что делает. Или крикет. Поэтому прямо сейчас, да ладно. Я немного сравниваю ситуацию, потому что, знаете, как люди... Как уже так говорят. На поле выходят два соперники. Как человек творческий, я пять дней работал в офисе. И, конечно, что с пятницы на субботу не спал. И, соответственно, когда я сегодня получил запрошение, я думал, что я еду на Сабанту. Я думаю, Новый год и рано. То есть оно летит. Поэтому, я думаю, что мы будем в ревнике с тобой. И так, не спавший вас и и пока не понимающий, что делать, Семен поддерживает ребят бурными аплодисментами. Кстати, все, что мы сейчас снимаем, мы снимаем в 360 градусов. Вот так, в таком формате. И совсем скоро мы расскажем, где мы выложим. И вы сможете насладиться, что такое действительно формат 360. Итак, есть два вида спорта. Крикет и кёрлинг. Или, как ребята его назвали, кёрлинг бус. Это для одиноких женщин. Так вот, сейчас мы камень, ножницы, бумага. Мы определим, какой вид спорта. Давай, кто победитель, тот получает себе кёрлинг. Камень, ножницы, бумага. Я одно другое не знаю, поэтому... Не важно. Ну, давай, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Победитель. Итак, ты... Значит, ты кёрлинг? Тогда ты крикет. Крикет. Отлично. Итак, начнем мы с кёрлинга, насколько я понимаю. Надо сейчас смотреть, куда надо. Смотри, надо смотреть, где он... Вот здесь будет, да, экран, ребята? На экране? Да. Итак, на экране. Мы сейчас все посмотрим, да? У нас будет... Вот там экран. Идем туда. Здесь экран и... И вот здесь экран, да? Ну, давай-ка сюда спустимся. Давай поддержим, ребята. Итак, первый. Финал чемпионата мира по кёрлингу. Поехали. Семён Деменёк. Кёрлинг. Итак, очень напряженная схватка шведов и 22 минуты. Выходит... Выходит главный кёрлингист. Убирает бол. Нет, это сначала убирает бол перед игрой. А нет, это он уже играет. Так, значит, он готов. Он готовился. Низкий старт. Сейчас бросит. Он готовится ультануть. Значит, слишком... Слишком... Слишком активная игра. Я ничего не понимаю. Такой замес. Посмотрите, какая активная. Пошла, пошла! Это Шторм Спирит. Кис Жольт его зовут. Да. И Жольт. На Ижольте. Смотрите, ему не нравится пол. Ему очень не нравится пол. Он его бьёт. Бьёт пол. За ним бежит какая-то шайба. Это реально спорт, что ли? Да. Серьёзно? Да. Это чемпионат мира. Финал. Шайба побеждает. Потому что она первее. И это был процесс облаготворения... Кёрлин. И Жольта... Теперь Жольт будет папой от шайбы. Вот. Уже подождите. Это второй тайм? Матч или что? Я не знаю, чувак! Значит... Это же Кёрлин. А, вот ещё один соперник. Пошла самка. Значит, она бы... Значит, смотри, разница есть. Тот был спереди. И Теребонь был спереди. А тот сзади, реально. А, нет, он тоже вперёд пошёл. Смотри, как разнообразно всё. По характеру на Тиране понятно, что мужик не женат. Это реально фут... Это фут... Подожди. Это я не верю. Это спорт. Выдирают пол. Это лучший спорт в мире. Какой чистый пол будет. Итак. Результат финала. Семён тоже победил в этом сражении. Слушай, ну, реально напряжённая игра. Я вспотел. Посмотри на... Посмотри, какая... Какой знак. Публика просто в шоке. Там рвут на себе волосы. Давай, подержим его респектами. Ух! Это было сильно. Я считаю, что это очень удачно. Во-первых, вообще никто не знает, что это за вид спорта. А во-вторых, Симон прекрасно справился с этим задарием. Если вдруг Василий заболеет, я могу и в футбол так же. Только не говори в футболе про самку и самца. Вот даже. Итак, Василь Палантай. Я напоминаю, что он комментирует все матчи футбольного клуба «Динамо». И прямо сейчас самый, как ты говорил, если там был замес, то сейчас будет самый драйвовый вид спорта под названием крикет. Много цифр. Попытайся узнать, что там. Поехали. О! Мои любимые сборные. Шри-Ланка и Нью-Зеланд. А это нужно хаку танцевать? Сразу залякувать своего соперника. Пул А, пул Б. Ну, вы знаете, в плавании есть... Та ладно. И вот он кидает мячик. И это что, похоже, не на крикета, на бейсбол. Скорее, я так понимаю, тут нужно выбить мячем на большую количество вболеваний, которые сидят на этих трибунах. И мы видим, что четырех соперников с отскоком от газона, ударом этой... Такой, вы знаете, бейте, или что? Я знаю, там, когда-то на Захидной Украине вот такую штуку стирали. Стирали, да. И оно ишло, 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 и кудись туда полетели. Но это явно не керлинг, и тут не нужно, в принципе, витирать пол. И мы снова видим, летит мяч. Летит так, как Олександр Шовковский за ним стрибал, а мяч проходит и ворота. И мяч подбирает Артем Милевский! И это уже сувернер на трибунах. Как минимум четыре очки получает команда Новая Зеландия, но почему-то написано 15-0. Вот этот добрый человек в бейсбольной кепце, в незрозумимых щитках, как и даже Володимир Кличко. А в последнем бою припытается на Фьюри носил. Ээээ, эта зачистка мне вообще ничего не говорит. Я так понимаю, что что-то похожее на середине между футболом, хокеем, керлингом, витиранием полу. Вася, Вася, спонсорская информация, прочитай, пожалуйста. Спонсор у нас есть. Фокс, 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 лисица, лисица, где-то побегла лисица. И тут снова кидок, напевно, по лисице. И летит мяч снова Олександр Шовковский. И снова куда-то он летит. Вот этот мяч, напевно, должен быть лунка для гольфа. И полз мяча пробивает. У нас в Галкипр на то хокею, на то баскетболы. Рахунок 27-0 и 4-2, який с рахунок оверс. Мне иногда кажется, что курс гривны формирует с Василь. 4-0, но почему-то 15-2. Ребята, но это была на спинке, на самом деле. Счет 1-1. Ваше бурный аплодисмент для Семёна Ивашенко. Ребята, сейчас самый вообще странный вид спорта, я даже скажу так. Проводится он ежегодно в Великобритании. Мы сейчас посмотрим фрагмент финала чемпионата Британии по самому идиотскому виду спорта под названием «Тоу-рестлинг». То есть, а что это? Итак, вы вдвоем будете комментаторами «Тоу-рестлинг». Поехали! Так, два напряженных мужчины встретились. Здесь это стандартная ситуация, и они борются ногами. О, они пальцами борются. Это «Тоу-рестлинг». Потому что фингер, рука, а «Тоу-рестлинг». Да, и это борьба пальцами ног. И Ребека, а ты сказал два человека. Спасибо, коллега. Это самки вышли, так я так разумею. Женщинам нравится, когда мужчины борются пальцами ног. У нас глобализация и гендерная ремнис, это так разумеется в таком виде. А, подожди, женщины с мужчиной будут драться. Это «Адель». А тут в агульной категории есть? Я не знаю. Девушки меряются педикюром. О, так мы видим гарный наклад. О, боль, боль. Я вижу, что тут нужна помощь стоматолога, не только людей, которые накладывают какие-то… Это ужасно, мне нечего сказать. Мне нечего сказать. Я ужасно. Она рожает. Это в дерби шире происходит, так? Смотрите, это тренерский состав. Значит, пальцы разминали все тренера, все пальцы… А захват? Какой захват? Такого захвата в борьбе не надо справиться? Это был секретный прием. На самом деле, так еще пальцы никто не захватывал. Вот тоже, люди выходят на трупу войны. И мы не видим маникюру. Тут нельзя действовать двумя ногами, нужно только одной. Это очень четкое правило, не все его соблюдают. Иногда скрываешься, значит и второй ногой хватает. Смотри, болельщик какой. Это тренер. А Милевский, когда приходил в битэпанате, у него концентрация была гирше, не что? Так, ноги размяты, принесите новую, это поломалось. Вот, это тренер. И вот фанаты, фанаты команды. Это еще один тренер. Давай поддержим бурными велосипетами. Надо в Британию ехать. Чувак, это тоу-рестлинг, это чемпионат, финал чемпионата Британии. Надо было здесь проводить. Можно устроить. Ну, Семен будет подыгрывать, потому что у него шесть пальцев. Давайте поддержим бурными велосипетами. Семен Ивашен! Ребята, я думаю, что не смысл думать, кто из вас круче. Мы оба молодцы. Поэтому каждому из вас, как истинным комментаторам, мы вручаем самый важный для комментаторов подарок. И это набор яиц! Я думал, гляд для рота. Набор перепелиных яиц. Сейчас буду кидать, да? Спасибо. Это пить яйца, причем у Семена чуть-чуть побольше. Давай поддержим бурными велосипетами. Семен Геменек. Ваши имплата. И это коментарии самых идиотских из разных видов спорта. Кстати, по-моему, у меня есть партнеры, где ребята действительно комментируют самые идиотские виды спорта. Заходите, смотрите, ищите. Давайте поддержим бурными велосипетами ребят. 15-2. Дальше мы хотели еще раз напомнить о том, что у нас будет еще одно сейчас выступление. У меня написано, что мы представляем сейчас С. Михайлова. Степана Михайлова, директора по развитию AIR. Единственный человек в стране, который владеет микротехниками макроанализа YouTube канала. Степан Михайлова, директора по приветствиям, милыми велосипетами! Алло, меня слышно? Привет всем, друзья. Я не знаю, кто придумывал эти надписи про меня, про 3D-технологии фотографий. Кстати, есть человек, который еще раньше меня снимал, но не важно. Я хотел бы сегодня рассказать вам о новом этапе в жизни нашей компании, который мы сейчас переживаем. Но для начала давайте обратимся к тому, с чего все начиналось. Компания AIR была основана в 2010 году. Тогда первыми партнерами нашими были крупные продакшены, были кинокомпании и провайдерами пикель-видения, потому что наша компания была сосредоточена на дистрибуции медиа-контента в интернете и защите авторских прав. Тогда, собственно говоря, 5 лет назад был разработан этот первый фирменный стиль. Все он вам знаком. Agency of Internet Rights, который был строгий, консервативный, вполне соответствовал тем периодным и строгим задачам, с которыми работала наша компания. В 2011 году мы заключили договор, мы начали работать вместе с YouTube. И таким образом за несколько лет компания сформировалась как группная медиа-сеть и полностью сосредоточилась на работе именно с YouTube. У нас появилось много новых партнеров, много новых направлений. с нашими партнерами теперь были уже даже не только крупные правообладатели и продакшн, но и обычные блогеры, обычные лидеры мнений, партнеры. Эта аудитория новая, с которой мы работали, она уже была намного шире, намного разнообразнее. И в основном это веселые, простые люди, творцы контента, у которых постоянно появляются новые гениальные идеи. Это лидеры мнений, которые могут менять мир, просто ведя трансляцию себя издом. Конечно же, нам было уже, начало не хватать нашего фирменного стиля, как бы нам был кесен, немного консервативен. Так как мы работали с такими простыми людьми уже как вы, которые сидят в этом зале. И в 2015 году, в этом году, полгода назад примерно, мы приняли решение разработать новый фирменный стиль для нашей компании. Когда мы себе ставили эту задачу, мы задали себе несколько важных вопросов. Я не вижу, мне колонки закрывают. Сейчас. Да, это такие вопросы, что мы делаем, для колонок мы существуем, и в чем наша миссия в нашей компании. Мы находим и помогаем развиваться, каналам обычных блогеров. Мы помогаем им расти, мы помогаем им монетизировать свой контент. Также мы работаем с брендами, и даем им множество возможностей достичь этой аудитории многомиллионной, которая есть на YouTube. Также мы даем возможность обычным зрителям, обычным подписчикам канала YouTube видеть более интересный, более креативный, качественный контент. Ну и, конечно, мы вкладываемся в нашу собственную команду, без которой реализация всех этих задач была бы невозможной. Сейчас я хотел бы вам презентовать наш новый фирменный стиль, который отражает все то, о чем я сейчас говорил. Можно тут показать? ПОКАЗАТЬ! 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 И вот запросто может использовать его для создания своих видео. Но я думаю, что о конкурсах больше Вова, наш ведущий, расскажет. У меня все. Спасибо. Спасибо огромное. Вас упорные аппаратистенты. Степан Михайлов. Кстати, по поводу логотипа мы его уже открыли. Можете посмотреть, сзади вас он находится, переливается разными красками. Новый логотип Эм! И вот о том, что у нас будет происходить именно с этим логотипом, мы говорим немного попозже. Ну а прямо сейчас, ребята, я бы хотела разыграть еще один сюрприз и подарок от наших партнеров. Комфи. И это называется Черный Ящик. Итак, конкурс очень простой. Прямо сейчас, тяжелый. Вам нужно угадать, что в черном ящике. Могу сказать, что там точно не Виктор Павлик, хотя по размерам он бы... Итак, там спрятан бытовой прибор. У меня есть несколько подсказок. Вы можете угадывать, либо давать свои варианты, как называется, если вы правильно угадаете. Первыми, тогда вы получите этот бытовой прибор. Но, если вы не угадаете, то, к сожалению, мы должны будем им забрать, за неправильный вариант, все ваше движимое и недвижимое имущество. Итак. Итак, кофеварка. Это неправильный ответ. К вам подойдут сейчас представители правоохранительных органов и заберут. Я могу дать подсказки. Хотите? Итак, первая подсказка. Что в черном ящике? Еще раз напоминаем, что это бытовой прибор. В 1962 году, одновременно с патентом на этот бытовой предмет, СССР и США чуть не развязали Третью мировую войну. В истории этот конфликт вошел под названием Купинский кризис. Помогло? Микроволновка кто-то подсказывает. Следующий. Вы были на Кубе. Следующая подсказка. Говорят, что Гитлер придумал этот бытовой предмет, мечтал начать его серийное производство, но чертежи были у Польши. Взбесившись, Гитлер напал на Польшу осенью 1939-го. Что это? Еще кофеварка? Мультиварка. Утюг? Не слышно, микрофон скажите, вот мужчина. Можно включить микрофон, пожалуйста? Раз-раз. Кофеварка может? И это мультиварка! Давайте поддержим борными аплодисментами. Выходите к нам. Это действительно мультиварка. Как он знал по вопросу про Гитлера. Еще раз хотелось бы напомнить, что этот предмет имеет с человеком 12% одинакового набора генов. Давайте поддержим борными аплодисментами. Добрый день, как вас зовут? Андрей Панувалов. Андрей, давайте поддержим Андрея Борными. Можно я так вот так вот переверну? Поддержим борными аплодисментами. И Андрей, вы получаете тот предмет, ради которого, собственно, Германия напала на Польшу в 1939-м году. И это мультиварка! Я с радостью предоставлю вам пару слов. Давайте поддержим борными аплодисментами наших уважаемых партнеров. Андрей, прошу. Большое спасибо за приглашение нашей партнерки от всем известного АИР. Немножко о себе. Я, как и по образованию маркетовок, занимаюсь оптовыми продажами продуктов питания. YouTube, это мое, как бы, хобби небольшое. По поводу мультиварки. Думал, что же подарить жене на Новый год? Думал, думал, думал и купил себе сварочный аппарат. Жена об этом не знала, я ей об этом не говорил. Думаю, да ладно, может, мультиварка. Ну, Гитлер, как бы, здесь ни при чем. Слава Украине. Но мультиварка жене таки досталась. Спасибо АИР. И партнеры Комфи, ваши бурные аплодисменты. Да, Андрюха! Молодец! Молодец! Спасибо огромное. Мы вручили тебе только что пустую коробку. А я бы хотел... Не-не, может, проверить, там все есть, не переживай. Я бы хотел еще раз напомнить о том, что прямо сейчас мы объявляем огромнейшее количество конкурсов. Во-первых, не забывайте о конкурсе, который называется конкурс фото. Делайте селфи, фото на всем нашем мероприятии. Но, конечно, если вы делаете это с логотипом АИР, у вас будет больше возможностей получить еще один приятный сюрприз. В конце нашего сегодняшнего мероприятия мы соберем все самые оригинальные фотки с сегодняшнего мероприятия АИР МЕТАП 360. Особенно там, где будет у нас новый логотип. И одному из победителей, рандомом абсолютно, мы возьмем айпед и просто рандомом выберем обладателя нового классного приза. Давайте поддержим аплодисментами. Итак, хэштег очень простой, АИР МЕТАП 360, без никаких пробелов, просто с этим хэштегом выставляете фотографии в инстаграме. Дальше, не забывайте о конкурсе, который называется лучший видеообзор, МЕТАП 360 АИР. Хотел бы напомнить, что все, что требуется от вас, это сделать видеообзор. В этом видеообзоре обязательно нужно проставить хэштеги. Я надеюсь, что мы это, вот, вот, посмотрите, видите, крутой видеообзор. Рассказать об Артмоле Агеллари, показать новый логотип АИР, вот, вы видели его. Ставить в описании видео хэштеги, вот, вы видите, АИР МЕТАП 360 Артмол Агеллари. И вот, собственно, что вы получите за первое, второе и за третье место. Хотел бы напомнить, что за эти места вы получите... Господи, где же эта информация? Вы получите у нас приятный подарок, если вы будете самая оригинальная видеопрезентация. Вот, вы видите, АИР вы получите. Вы получите за самое большое количество просмотра, вы получите коллаборацию с нашим партнером, вот, с миллиоником. Ну и еще один приятный сюрприз мы разыграем. Это все будет 15 декабря, поэтому делайте видеообзоры и следите за новинками. Так, что у нас еще? А, у нас есть наш партнер Front Pictures, вот, посмотрите. Создайте самую звездную команду с пластерами, или с этой, или с этой стороны. Наблюдайте, значит, у нас есть зона развлечений, которую вы видели, да, вот, слева от вас. Значит, в куполе Front Pictures вы собираете команду, хоть четыре человека. На сцене, занимаем место и снимаем. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Тристот шесть Это шестьдесят Тристот шестьдесят У这个 был И töpts ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Make some noise! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА